Не ходите в военкоматы, не подписывайте контракты, не стоят эти выплаты вашей совести, вашей жизни. И надо понимать, что если вы окажетесь в боевых действиях, а вы окажетесь, скорее всего, в боевых действиях, вас не отправят на 30-ю линию обороны, вы конкретно нужны армии на фронте, там, на передке, поэтому не участвуйте в войне любыми способами, доступными. К военнослужащим отдельно хочу обратиться, сказать, что если вы сомневаетесь в том, что эта война правильная, вы устали от всего этого, дезертируйте, это ваша возможность перестать помогать действующей власти в России, это ваша возможность отказаться от участия в войне, это ваша возможность на дальнейшую какую-то мирную жизнь. Если вы не совершали каких-то военных преступлений, можете дезертировать, это, в принципе, хороший путь. В этом нет ничего постыдного, вы делаете лучше как для себя, так и для своей страны в целом. У меня были сомнения с самого начала, я не понимал, что происходит, я не понимаю, зачем это нужно и понимал, что это ведет, собственно, к чему-то очень плохому. Мои сослуживцы были настроены тоже к этому максимально скептически и не понимали. Ну, первое время у всех был шок. То есть, многие до этого не участвовали в боевых действиях, не видели и вообще не думали, что когда-либо будут участвовать. Многие, когда шли служить, они подписывали контракт с Министерством обороны, они не думали, что они будут нападать на другие страны. Но были и те, кто, собственно, с флагами, висящими из машин, из окон, шли осознанно на захват украины. Я правильно понимаю, что вы дезертировали осенью 2022 года? Да, у меня отношение к этой войне сформировалось еще в начале этой войны. Я знал, что я при любом удобном случае перестану в этом участвовать. Ну, я не думал на тот момент, что я дезертирую, но я знал, что я при любом удобном случае покинул зону боевых действий и не вернусь туда никогда. Когда я уезжал в отпуск, я уже понимал, что я в любом случае не вернусь на войну. То есть, когда я приехал в отпуск, я первое, что сделал в части, это пришел и написал рапорт на отказ от участия в боевых действиях. И повторный рапорт на увольнение. Тогда я думал, что можно будет как-то с этим бороться именно в юридическом поле и не придется прибегать именно к дезертирству. Но когда вы поняли, что дезертирство это единственный вариант? После начала мобилизации. Когда вы приняли решение о дезертирстве для себя, для вас это было какой-то этической проблемой? То есть, вы это считаете нарушением присяги, например? Я считаю вторжение в Украину, нарушение российского законодательства. То есть, я не могу отказаться от участия в войне легально. И остается действительно только самовольное оставление участия. То есть, после мобилизации контракты стали бессрочные. Нельзя отказаться от участия. Нельзя разорвать контракт. Нельзя каким-то иным способом не участвовать в войне. Если тебе сказали, на тебя пришло боевое распоряжение, ты обязан ехать. У тебя какого-то другого способа не участвовать в войне просто нет. Я отвечаю за свою жизнь и я должен принимать решение касательно моей жизни. Если я не хочу чего-то делать, причем ничего-то незаконного, то я должен сделать правильный выбор и следовать ему. Когда я приехал в Казахстан, я понимал, что Казахстан будет являться для меня транзитной зоной. Я вряд ли останусь там надолго, потому что просто начнутся проблемы с временем пребывания. И вот спустя полтора года одна из европейских стран, вот Франция конкретно, нам помогла с этим большое. Спасибо правительству Франции за это все. Но это был сложный, тяжелый процесс.